Председатель партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу поддерживает идею своих коллег в муниципальном совете Кишинева о создании коалиции с партией в социалистов столичной премьерии. В эфире одного из частных телеканалов Гроссу заявил, что поскольку это произошло в нескольких районах страны, он не видит препятствий для формирования коалиции в Кишиневе. С другой стороны, исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Дадон продолжает утверждать, что коалиции между ПСРМ и ПДС не существует. Лидер партии «Действия и солидарность» Игорь Гроссу заявил в эфире «Эксклюзив ТВ», что у ПДС есть опыт сотрудничества с социалистами на местном уровне. Он согласен с тем, чтобы альянс появился и в столице, как предложила лидер фракции ПДС в муниципальном совете Кишинева для решения проблем в муниципии. Думаю, всем известно, что в шести-семи районах нам удалось на местном уровне найти общий язык. Я и открыт. Мы открыты к такого рода сотрудничеству на уровне муниципия. Потому что плачут матери, которые и так получают две тысячи с чем-то леев, а той пенсии ни на что не хватает. Бюджет на 2024 год еще не принят, и премария живет по бюджету прошлого года. До принятия нового бюджета давайте, пусть его обсудят все советники, представьте его публично. Давайте мы посмотрим, каковы источники доходов, как реализовать проекты и так далее. Мы готовы обсудить и найти решение. Заявление Гроссу прозвучало после того, как с предложением о формировании коалиции с ПСРМ выступила председатель фракции ПДС в муниципальном совете Кишинева Зинаида Попа в эфире телеканала ПРО-ТВ. Она предложила председателю фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Адриану Лебединскому объединить усилия для решения проблем города. Я призываю открыто, давайте создадим коалицию во имя людей. Вы готовы, господин Лебединский, создать эту коалицию и показать людям, что вместе мы можем решать их проблемы и что были избраны не для того, чтобы объединяться в группировке, исходя из личных интересов, а для людей? Это публичный, открытый призыв к ПСРМ. В ответ Лебединский отметил, что эта тема ранее обсуждалась с представителями ПДС, в том числе и по телефону. И я сказал, приходите, сядем, обсудим каждый момент, в том числе вопросы по каждому чиновнику. Решим, кого из них вызвать на этой неделе, кого на будущей. Посмотрим, что сможем сделать. С другой стороны, исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Дадон отверг в эфире телеканала Н4 какую-либо возможность альянса с ПДС в муниципальном совете Кишинева. Мы не создадим в Кишиневе коалицию с ПДС. Мы не вступали в коалицию и с Чибаном. С Чибаном были дискуссии. Лично у меня было с ним несколько встреч, в том числе на этой неделе, когда мы обсудили повестку в муниципальном совете Кишинева. На предложение госпожи Зинаиды Попа ответ такой. Мы не связываемся с партией Майя Санду ни в Кишиневе, ни в других районах. Тем более в Кишиневе. Поэтому никакой коалиции. Муниципальный совет Кишинева состоит из 51 муниципального советника. У партии Национальное альтернативное движение и ПДС по 20 советников. Партия социалистов представлена шестью советниками. Партия коммунистов двумя. По одному советнику у партии Ринаш Теревозрождение, Платформа Да и Наша партия. Ранее сообщалось, что после местных выборов осенью прошлого года ПДС и ПСРМ сформировали коалиции в девяти районах Молдовы. В том числе в Новоаненском, Когульском, Санжирейском, Сорокском и Штефанводском. Коалиции на местном уровне Игорь Дадон квалифицировал как предательство. А в партии действий «Солидарность» заявили, что совместные голосования в районных советах не означают создание альянсов.